Действующие школьные автобусы также останутся на линии. Они были приобретены сравнительно недавно. А эта партия пополнит автопарк. Теперь будет 91 машина. У некоторых учебных заведений автобусов будет сразу несколько. Это те школы, где учится много детей из отдаленных поселков. Например, 85-я школа и гимназия номер 9. За ними закреплено сразу 4 автобуса. В городе была проблема по подвозу детей. Сочи закупил специализированные автобусы для решения этого вопроса. К 34 школам мы подвозим 6 тысяч детей, приглашаем на работу водителей. Как раз сейчас набирают штат водителей. Обращаться можно в Управление по образованию и науке. Школьные автобусы имеют свои особенности, чтобы другие водители могли их отличить на дороге и по возможности давать преимущество проезда. Они желтого цвета, есть и познавательные знаки «Дети». Мало того, каждый автобус имеет даже оранжевый проблесковый маячок и оснащен системой громкоговорителя, как все спецмашины. Это машины марки «ПАЗ» новой модификации. На них усовершенствованная более надежная система тормозов. Ведь автобусам предстоит возить школьников по горным дорогам. Водители считают, что машина удобна. Я также на школе был, просто у нас сейчас организовывается, объединяют все автобусы в одну организацию и мы переводом вместе с автобусами будем в этой организации. Здесь зарплату обещают 40 тысяч. Меня это устраивает полный соцпакет. Автобусы новые. Автобус имеет выдвижную подножку, чтобы первоклассники могли легко подниматься по ступенькам. И даже специальный датчик. Если человек стоит в проходе, дверь не закроется и автобус не тронется с места. Проезд для школьников бесплатный и у каждого ученика должно быть сидячее место.